Новый штамм COVID-19 заразительнее в полтора раза предупредил замминистра здравоохранения Нурболу Тусинбаев. А это значит, что и скорость распространения вируса намного выше. Однако специалисты из Великобритании обнадежили. На летальность новый штамм не влияет, да и клинические проявления остаются примерно такими же. Очень хорошая новость, что мутации не задевают те участки вируса, с которыми мы работаем при ПЦР-исследованиях. Соответственно, все тест-системы, которые использовались на сегодня у нас в республике, они остаются достаточно эффективными и мы продолжаем диагностировать. Есть ли вероятность того, что новый штамм COVID-19 уже проник в Кыргызстан? На этот вопрос помогут ответить российские специалисты, которые по просьбе Минздрава расшифруют геномы тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране. По словам Нурболу Тусинбаева, прикладываются все усилия для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Вы знаете, что многие европейские страны, Российская Федерация, они закрывают авиасообщение с Великобританией. Соответственно, мы тоже будем контролировать попадание граждан. Возможно, наши граждане прибудут или же будут пассажиры, которые, возможно, постараются приехать из неблагополучных зон. За ними мы по алгоритму устанавливаем контрольные мероприятия. Сейчас Минздрав продолжает решать вопрос с поставкой вакцины от коронавируса. В мире 50 вакцин уже прошли клинические испытания, но закупка будет зависеть от наших финансовых возможностей, подчеркнул Нурболу Тусинбаев. Например, одна доза американской вакцины Pfizer будет стоить 30 долларов США. С учетом транспортировки и непростых условий хранения обойдется еще дороже. Российская спутник ВИЗ стоит примерно 10 долларов США за дозу. Изучается вопрос также о том, чтобы возможно наладить у нас в стране производство этой вакцины. То есть мы получаем субстрат завода-изготовителя, если мы здесь будем осуществлять разлив, фасовку и доставку до прививочного пункта. В начале декабря Кыргызстан подал заявку в международную программу равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX. 15 января станет известно, каким препаратом будут прививать в нашей стране. Первые поступившие от COVAX от дозы предназначены медработником. Они, как никто, в зоне риска. После начнется вакцинация населения. На втором этапе достаточно быстро мы надеемся получить объем вакцины на 20% нашего населения. То есть чуть больше 1 миллиона нашего населения будет обеспечено вакциной в рамках программы COVAX. По две дозы, это где-то 2-2,5 миллиона доз мы ожидаем получить вот этой программы. По оценке Минздрава, сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась. На 29 декабря было зарегистрировано 119 новых случаев. Несмотря на это, в Минздраве просят воздержаться от новогодних корпоративов и массовых мероприятий. Не забывать про масочный режим, соблюдать дистанцию и санитарные требования.